парламент республики молдова то есть его личный код мы приходим к тому это все официальные документы это не разговоры контракты перечисления компании выписки кто учредители и это есть все в том числе и в прессе кто учредитель это не скрывается ни кем и не может быть подвергнуты какому либо сомнению далее то есть теперь очень важно проследить логику господина прокурора то есть бенефициара получение кредитов как он считает господин прокурор в одном случае считает что виноват тот кто получает деньги полученных кредитов а в другом случае он не виноват а виноват тот кто берет кредиты так вот бенефициара полученных кредитов является владимир георгиевич ла х мил потому что все деньги пошли к нему все до копейки далее ситуация разворачивалась самым драматическим или так комическим способом как известно господин плохотнюк если что-то продает как это не значит что он вам это отдает это две разные вещи продав эти акции контроль над виктория банка он решил все-таки не отдавать и когда акционеры захотели поменять закон о менеджменте через собрание акционеров возникли определенные сложности национальный банк наложил запрет на право голоса этими акциями потом знаменитый краснознаменный буйканский суд уже слышали ранее вообще запретил снимать должности руководителей продлил им контракт на минуточку сразу хотя у них и стек продлил им контракт и до сих пор совет банка не работает уже два года даже больше национальный банк это вопросится соответственно инвестор вы помните эту 14 год февраль крик и шум невозможность собрать собрание инвесторы потребовали господина плаханшор и волшеб инвесторы все равно было кто будет от имени его заниматься выставился и рау и начали сделать сначала и рау и шорк сказали что у них не хватает оборотных средств надо помочь банки дико нами дать им межбанк для осуществления надо сказать что сделка была на 75 миллионов долларов сша почему на 75 потому что а с этого пакета 28 процентов акций предварительно было уже продано господину шоу в тринадцатом году а так как они оценивали здесь миллионов значит от 80 отнималась весь мир и так миллиона за три года это посчитали как компенсации частичная компенсация процентов которые инвесторы платили вас поэтому сумма 75 миллионов долларов о чем господин прокурор умалчивает потому что он меня это до 48 миллионов и потерялись другие денежки а почему потеряли потому что видно что остальные денежки были куплены акции виктория банка если сейчас показать эту всю сделку по акциям виктория банка то придется арестовывать акции кто его который принадлежат сегодня господину выходнику а это уже прямой ущерб его интересам поэтому прокуратура берет только часть сделки а часть сделки не показывает но придется показать и я официально заявляю и прошу внести в протокол что 38 и 2 десятых процентов акций на похищенные у банка де экономии деньги и пожалуйста прошу господин прокурор наложить немедленно арест пока они не будут отчуждены 3 4 8 15 лица так если вы этого не сделаете ну тогда впоследствии уже на вашей соли перед народом этой страны также хочу сказать что сделку входило здание оси то главное здание оси то и здание центра моды которые были и поменены на акции оси то и виктория то есть ребята не захотели брать оси то обратно питать нам только активы пассивы можете оставить пока себе инвесторы согласились так далее в ноябре месяце 14 года начали сделку стороны плохотнюка не хватало денег они попросили организовать межбанкерский кредит на 20 миллионов долларов по 10 смолы кумбанка из агробанка вы это очень важно в рамках этого модный комбанк и агробанк в ноябре месяце выдали по 10 миллионов долларов кредита на два месяца банка де экономии но инвесторы потребовали вдруг банк де экономии не вернёт акции которые являлись предметом сделки заложить под этот межбанковский кредит далее договорились заложить но согласно сказать республике молдова залоги банка с них акции надо регистрировать национальном банке и в течение трех дней национальный банк хотя обычно берешь 60 выдают это разрешение и единственная была заменка что сначала господин куланов ходил с документами а вот как вы знаете штатный юрид господина шора и сейчас представляет ему интерес но национальный банк попросил заменить представителя очень важные моменты которые вы показывали правильность моих слов попросил заменить заявителя и они поменяли поставили нового но материалов национального банка есть что изначально это занимался господин куланов далее что происходило когда банка де экономии лопну и пришел срок возврата этих 20 миллионов долларов вместо того чтобы не возвращать банком деньги а у банков было обеспечение в виде залога акции которые уже на тот момент принадлежали владимир георгиевичу плоховником который скрывается за компанией и сайта который сейчас владеете мясо без того чтобы вроде бы работающийся банк да не возвращает межбанку банком нормально у них пока и залоги вместо этого национальный банк звонит в пятницу вечером когда уже время администрация по закону и просит чтобы улыбку банки агробанк отозвали эти межбанки и забрали деньги обратно с резервов национального банка то есть национальный банк сам отдавал эти деньги обратно хотя это не нужно было делать были залоги все было хорошо потребовал и заставил забрать эти деньги обратно из обанкротившего банка которому он предварительно своих резервов дал день нонсенс записывайте вам это очень важно во много работы перец и поверьте мне потому что я вам эту всю историю распишу по полочкам то чего вы даже не знаете и не понимаете идем дальше эти семьдесят пять миллионов как они структурировались оставались кредиты то есть когда инвесторы полностью повязаны в этом вопросе а я не виноват дальше по существу по приватбанке гасились и египты платы а предварительно деньги отправлялись виктория бар но это еще основная схема хищения денег с бема заключалась совершенно другого господин прокурор к сожалению спеша мне предъявить обвинение даже не посмотрел а открытыми у виктория банка корреспондентские счета а с белым у не банка банка сначала из приватбанк я не знаю или нет но на 95 процент вас уверяю что открыты а если они открыты господин прокурор то чего вы не проверили и проверить не могли то